Салонная жизнь Петербурга, музыкальные вечера и альбомы. Новая выставка в усадьбе Чернышевского посвящена альбомам Беренштама, человеку очень близкого семье Чернышевских. Каким было открытие экспозиции в репортаже нашего специального корреспондента Светланы Бородич. Здесь ли Александр Николаевич? Ну вот примерно так по вторникам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге собирались гости. Писатели, публицисты, ученые, художники, композиторы, музыканты, люди разные. Но все одаренные способностью воспринимать окружающий мир творчески. Это был досуг интеллектуальный, и просто такой развлекательный, и культурный. В общем, это тот досуг, который они сами себе придумывали. Чего они там только не делали. Конечно, и серьезные разговоры были. Ну там, допустим, философ Владимир Соловьев читал свою статью о Николае Гавриловиче Чернышевском. Усадьба хранит первое надгробие могилы Чернышевского. Оно как раз создано архитектором Беренштамом. В витринах знаменитые альбомы Беренштама. По вторникам встречавшего гостей, готовых и обсуждать последние новости, и спорить о прочитанном, и делать бесконечные записи в альбомах. Всего в семье их скопилось шесть. Музей Чернышевского хранит пять из них, четыре сейчас выставлены. Здесь шаржи и стихи, экспромты, литературные рисунки, удивительные, яркие, уникальные свидетельства далекой салонной жизни Петербурга. Фёдор Густавович Беренштам, архитектор, художник, искусствовед, человек непосторонней семьи Чернышевских. Он был мужем двоюродной племянницы Чернышевского, дочери академика Пыпиной, Веры Александровны Пыпиной. Чтобы прикоснуться к этим раритетным вещам, нужна великая музейная осторожность. Вы сейчас видите кадры эксклюзивные. Никому, разумеется, листать альбомы не разрешено. Помощь посетителям копии. Когда видишь эти страницы, рассматриваешь их, много лучше понимаешь и тех людей, и саму их жизнь. В этой шаре я с ним повстречала. Открытие выставки превратили в такой же, как у Беренштамов, вечер. С музицированием, рассматриванием рисунков и фотографий, пришедшие словно перенеслись в век Чернышевского. По мне, так именно это и именно так и должно происходить с нами, когда переступаем музейный порог. Полное погружение в другую эпоху, в жизнь других прекрасных людей. Может быть, тогда и наша жизнь станет чуть прекраснее. Из музея усадьбы семьи Чернышевских Светлана Бородич, Евгений Шейченко, Павел Криклевец, Вести, Саратов.